Илита Арксплюй Продакшн представляет Там немножко изменили, я вам потом покажу Обновлена модель Рейдж Кинг Собственные элементы показывают раритетность Название предмета, стандартный сет И название сета Потом патч 6.85 Как я понял, эти изменения Вот именно эти вот 4 стараки Они будут после Чемпионата, который сейчас идет Который мы вместе с вами Я надеюсь смотрим Потом это все будет активно Скиптер у Дума больше не увеличивает урон То есть понизили у нас слишком сильно Дума Огненная земля Урон и лечение снижено Опять же огненная земля Перезарядка снижена И пауки теперь меньше замедляют У Бруды Кстати это хорошее изменение Потому что вот недавно я играл против Бруды За Мерангу играл Так там когда толпой нападают пауки Все, ты вообще ничего сделать не можешь Просто ты замедляешься Даже если ты юзаешь прыжок Да Они все равно догоняют тебя Там и бьют, бьют, бьют Поедают потихонечку Как таракан на кухне То же самое И теперь самое главное Официальные изменения Добавлен список игр с открытыми лобби Вот То есть в доте Где пользовательские игры Теперь там полностью все изменено Там справа целый список Открытых лобби То есть там все изменили Добавлена вкладка Игра дня В пользовательском интерфейсе В пользовательском интерфейсе Это очень быстро я читаю просто Добавлена новая область билетов В профиле игроков Наконец-то добавили билеты Я же не зря их покупаю Кстати, вот этот вот билет у меня есть Добавлена поддержка игры Один на один В оффлайн режиме Это что-то интересное Потом как-нибудь надо снять видео Наверное показать Как это делается Добавлен раздел загруженных игр Теперь вы можете просматривать Переименовывать И удалять реплей Который скачали Вот, наконец-то Они сделали это говно В старом движке Дота это было Помните? Вы загружаете реплей И потом можете В любой момент Зайти на закладку Загруженный И посмотреть его А здесь такого не было Это было нереально неудобно Добавлен новый регион Матчмейкинги Токио С дополнительным подключением К Тайваню и Корее То есть Япония Обновлена страница С турнирами Исправлена ошибка Когда вылетал Steam И нельзя было вернуться в игру Пользовательские игры Добавлено более 800 новых Голосовых команд У анонсера В пользовательских играх Молодцы! Вот просто Развивают пользовательские игры Развивают Игры Вот Игры Low Priority Теперь проходят с модом Single Draft Раньше был только Outdraft Это молодцы Тоже хорошее изменение Потому что вот этот Outdraft Это абсолютно бессмысленный Я бы как бы сделал На их месте Я бы сделал Игры на Low Priority Чтобы там Как же называется Мод Я не помню как называется Но герои Которых вы меньше всего пикали То есть Герои которыми Вы типа не умеете играть Так бы я сделал Чтобы вы учились За них играть На Low Priority Теперь когда вы заходите Удалить А теперь когда вы захотите Удалить гем Или добавить слоты То предложат купить Hammer Ну конечно говоря Молоток и напильник Теперь можно изменить Название и описание предмета А также информацию о том Подарок ли это или нет Сеты теперь показывают Функцию Посмотреть полный сет В арсенале Ну для удобства Вы видите да Дота все лучше 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 Исправлена ошибка С ультой Бримастера Когда по окончанию Бримал спорит Герой поворачивался В неверном направлении Ну это Мелочь Исправлена Эклипс У Дестра Которая сжигала Ману От текущего количества Ману Вместо максимального количества МП Так Изменена команда То есть А Применить Передвижение Ага То есть это Изменили какую-то команду И может быть Использовано С привязкой кнопки Не помню Что за команда Движение куда-то Короче говоря А идем дальше Исправлены баги Когда модели Юнитов Появлялись С ошибками Ну это возможно Когда там Джиггернат Который крутился В землю провалился Или легионку Недавно видел В паблике Легионка Знаете Ее превратили в жабу И она потом всю игру Была с жабой Вы представляете Прыгает жаба Бьет там Лайф стилит Исправлен интерфейс Арсенала Для слабых машин Я думаю Если они запустили Реборн То машина уже Не так слаба Исправлены ошибки С некоторыми Отображениями Визуальных эффектов С некорректным Отображением Визуальных эффектов Добавлена возможность Надеть или снять Предмет на странице Со всеми предметами Опять для удобства Сделали Исправлены частицы У сталкера Исправлен портрет Демона С терраблей Терабля Терабля Да Терабля Снижено использование Видеопамяти На низких настройках Вот вы видите Они стараются Чтобы дота Работала И на Слабых компьютерах Понимаете На слабеньких Компьютерах В школе у вас Снижено использование Памяти На всех настройках Исправлена ошибка Когда предварительный Просмотр Рибитер Неправильно Отображал Вард Это по-моему Когда я показывал Новый сундук Был Исправлены мелкие ошибки При использовании Предварительного просмотра Сета Исправлены баги Со звуками На смешках Ну я не помню Такого Исправлены некоторые ошибки С требованиями Уровня создания команды Исправлена ошибка Когда при использовании Гема Предлагались Те предметы У которых нет Свободных слотов Ну я честно говоря Тоже не видел И сменено Отображение Использований Молотка И напильника Или зубила Даже больше зубила Это На загрузочном экране Вот В непользовательских Играх Теперь отображаются Подсказки Это можно отключить Настройках меню Как было в старой доте Помните Загружаются И внизу подсказки И это можно Отключить Исправлен Hitbox Опять Отributor Исправлен Стиль названия Предмета Исправлены Пересечения Сетки Исправлены Hitbox Трентов Исправлен Баг Скинов Добавлена Поддержка Direct В режиме Бета Уменьшено Использование Памяти И улучшена Функция Alt-Tab Ну у меня Никогда не было Проблем с Alt-Tab В жизни не было Проблем Все спокойно Сворачивается И моментально Разворачивается Требуется Windows Vista И выше Ну у некоторых Уже Windows 10 стоит И работает С некоторыми Видеодрайверами Чтобы запустить Нужно прописать Ну я попробую Сам для себя Под тестю Ладно Экономика Добавили Новый сундучок Вот он Первый сет На дровку Сет на Batrider Это на кого сет Это сет у нас На Фантомку Фантом Ассасин Магнус Венга И Раста Который переведен На русский язык Раста Что вы думаете Я посмотрел Данные сеты И мое мнение Сложилось Моментально Полное говно Это абсолютно Обычные сеты Которые Никакой анимации Не меняют Ни иконок Ничего То есть Мне не понравились Эти сеты То есть Я смотрел В самой доте Там есть Опробовать Да и прям В игре смотрел А Другое Что такое Это у нас Infusor Model Файл Это что-то такое Не могу понять Может какой-то Сундучок добавили Новый сундук Был добавлен В список Переработки Предметов Бренд игрока Добавили Internal Имя и описание Тегов Теперь доступно Для продажи За 99 центов Не один доллар 99 центов Понимаешь Да Новые валюты Возможно Добавили Украинскую валюту Да я где-то Находил тему Такую Где-то Люди просили Сделайте Украинскую валюту В стиме Типа мы ничего Не можем покупать Нам приходится Покупать По доллару Неудобно Возможно Добавили Обновлено Значение Валютного курса Вот Смотрите Это очень важно Что это значит Это значит Что теперь Все цены Там рубль Например Они будут Теперь другие То есть По курсу Доллара Теперь будет Поэтому посмотрите Что-то может Стало дешевле Что-то может Быть дороже Ну по идее Дешевле Если доллар падает А сейчас Доллар 63 рубля Я смотрелся Во дня Новые консольные Команды Дота Ну вот Это Спрятать Подсказки На экране Загрузки То есть Вы можете В консоли Написать Путь Это Включить Что-то Путь Дебук Прыжка Ну типа Отладка Ну Кучу HTML Dota Call War Короче Говно Какое-то Другой Новый регион Японии Это мы уже Видели Добавлены Новые подсказки Это мы уже Видели Немного Дополнительной Поддержки Для корейского Клиента Матчи Бо 1 Теперь правильно Отображаются Вот такое Довольно Хорошее Обновление То есть В этом Обновлении Одни Плюсы Ты понимаешь Да Мой зритель Одни Плюсы Вместе Со мной Это Говори Ни одного Минуса В данном Обновлении Нету Что Сейчас Будем Испробовать Это На деле